25 тысяч гривен за информацию об атаковавших из гранатомета здания польского консульства в Луцке. Служба безопасности Украины выплатит денежное вознаграждение за достоверные данные, которые помогут раскрыть это преступление. Когда откроются польские дипмиссии в Украине, работа которых была остановлена в день обстрела? Разбирались наши корреспонденты. Со вчерашнего дня до особого распоряжения закрылись все польские консульства в Украине. Дипломатические ведомства не работают второй день. Польская сторона объяснила, это продлится до тех пор, пока не будут найдены и наказаны виновные в нападении. А пока консульства будут принимать только граждан Польши. Польские консульства в Украине откроют тогда, когда МИД Польши узнает, что все условия выполнены и консульства лучше охраняют. Но это не произойдет за 5 минут. Отреагируем в нужное время и консульства начнут работу. Украинский МИД продолжает повторять. Это провокация, инспирированная извне. Как вы знаете, сразу подключились правоохранные органы, которые вживают на разе неоткладные заходы с методой как-то швидше расследования и распределять эту злочину. МЗС Украина, с своего боку, сразу же обратилась к национальной полиции и национальной гвардии с методой поселить охрану дипломатических и консульских установ в Польше на территории Украины. Сегодня возле посольства Польши в Киеве вдвое больше бойцов в нацгвардии. Усиленная охрана дипломатического ведомства и в Луцке. Здание, которое вчера подверглось атаке, теперь охраняют круглосуточно. Вместе с нацгвардейцами возле здания польского консульства в Харькове дежурят теперь и наряды полиции. На окнах закрытые жалюзи. На двери объявления. Консульство посетителей не принимает. До особого распоряжения. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер.